Друзья, сейчас на прямой связи с нашей студией находится народный депутат Украины 5-6 созывов Алексей Журавко. Здравствуйте. Доброе утро. Очень рада, что вы к нам подключились. И как вы могли заметить, сейчас Зеленский пытается всеми способами поднять рейтинг партии «Слуги народа». Это и поездка на Донбасс, и все украинские опросы, и заявления о вакцине. Скажите, как вы считаете, будет ли это иметь успех? То есть, действительно, мы увидим колоссальную поддержку среди избирателей на местных выборах партии «Слуги народа»? Я думаю, что не будет он такой колоссальной поддержки. Не это по-моему, а в первую очередь его грехливой программе и его грехливым действием. Ну, давайте начнем с того, что первое, это самое основное, он обещал принести мир. Мира на Донбассе как такового нет. И то, что сегодня затишье, это не обозначает, что там стреляют. Люди как гибнут, так гибнут. С минометов как стреляют, так и стреляют. Ну, а все остальное назвать, то, что происходит в Украине. В Украине-то на самом деле самого-то мира нет. Мы видим, как кандидатов, будем говорить, взрывают на машинах. Мы видим, как кандидатов, оппонентов бьют, зеленкой обливают. Ну, и так далее, и так далее. Фактически, это та же самая война в Украине идет, только она такая тихая. Говорим, идем, да. Алексей, а если говорить вот о юге Украины, вот очень интересная социология, например, город Херсон. Мэром города может стать бывший регионал Владимир Сальда. В Одессе, например, Николай Скорик, да, который бывший глава Одесской областной государственной администрации от партии регионов, также может стать мэром. Скажите, пожалуйста, можем ли мы утверждать о том, что бывшие регионалы могут взять реванш на этих местных выборах, по крайней мере, на юго-востоке? Ну, давайте будем говорить так. Уже нельзя ассоциировать с бывшими регионалами. Время прошло. Это раз. Второе. Да, это старые люди, но они имеют профессиональность. Они понимают, что такое государство. Ну, семь лет прошло. Кто ж виноват? Регионалы, что ли, во всем будут виноваты? Ну, это как-то неправильно уже говорить. Уже, можно сказать, виноват в этом Зеленский, Порошенко в том, что происходит с Украиной. Да, действительно, в Херсонской области сегодня по разным опросам все-таки идет сальдо впереди. На втором месте как бы колыхало. Ну, как говорят на сегодняшний день, что по пятам, можно сказать, идет. Но все-таки предпочтение люди уже отдают тому, что лучше вернуть тех людей, которые хоть что-то делали, чем на сегодняшний день провести дебилов. Мы видели избирательную кампанию Верховный Совет, так называемого ЗЕ, можно сказать, в Кубе. Чем это все закончилось? Ну, фотографы с обезьянками, ну, еще там какие-то маргиналы попроходили. Ну, они же фактически безграмотные люди. Они разрушили Верховный Совет. И вообще, сам статус Верховного Совета разрушили. Ну, можно сказать, бубуины в зоопарке. Да, скачут. Что касается местных выборов? Впервые я вижу самые дебильные, кровожадные, безграмотные, хаустические выборы. Эти выборы не дадут какого-то там большинства, допустим, как в Херсоне, в Одессе, как говорите, в Николаеве. Все равно придет туда и то же самое отребье, которое не даст этим людям как-то выходить из ситуации и наводить порядок на местах. Вся причина этих выборов и трагедии в том, что нормальные силы не могут консолидироваться, объединиться, несмотря даже на какие-то там мелочные вопросы или интриги. Вот сперва нужно победить, а потом разбираться, кто войдет во власть, а кто не войдет во власть. И все. А так люди останутся те же самые обманутые. Ну вот я Владимир Рассальда знаю хорошо. Я не хочу как бы делать рекламу, но он что-то хоть сделал. А Николаевка фактически убил прекрасный, красивый город Херсон. Со своими националистическими идеями, со своим тупым фундаментом, назову так, разрушил целую кучу памятников, уничтожил историю фактически, привел на улицы с названием Бендера и так далее. Многим и большинству людям это не нравится. Вместо того, чтобы заниматься хозяйством, бытом города, облагораживанием его, созданием условий нормальных жизней непосредственно города и людей, все прошло с точности наоборот. Это плоды Майдана. Вот люди сегодня пожинают эти плоды Майдана и теперь думают, а как бы вернуться в 2014 год? Не получится. Уже не получится. Получится только так, когда придет нормальная объективная сила, которая будет понимать, что такое дружеские отношения с Россией, что такое с Белоруссией, что такое правильно уже находить в сегодняшнее время, как я называю кровавое и маргинальное время, находить общий язык с соседями. Потому что рано или поздно войны заканчиваются, а города-то живут, там же люди живут. Вот и все. Поэтому как бы я ничего не вижу хорошего с этих выборок. Во-первых, они по тупому. Скажите, пожалуйста, простите, что я вас перебила. Так в таком случае, если вы говорите, что эти выборы, да, ничего хорошего в них нет, нужно ли вообще людям идти и голосовать на этих местных выборах? Или просто нужно проигнорировать, какая будет явка и есть ли в этом смысл отдавать свои голоса за каких-либо политиков? Ну, вы знаете, местные выборы и Верховный Совет – это разные вещи. Если уже так сложилось и выборы эти состоялись, то в городе, в самом, на местных Советах, надо определиться и проголосовать за тех людей, которые что-то могут сделать, хотя бы стабилизировать как-то ситуацию. Они есть. Но если между большим злом и мелким злом выбирать, ну, как бы я, допустим, как человек, голосовал бы за ПЗЖ, да? А за кандидата в депутаты города Херсона, говорю, как оно есть, проголосовал бы за Сальдо. Но потому что я знаю Херсон более объективно, да? А за команду бы вычеркнул к чертовой матери, Порошенко бы вычеркнул к чертовой матери, кандидатов всех от Тимошенко вычеркнул бы к чертовой матери. Это же те люди, которые принесли кровь, да? Вот там Ляшко скачет, придурок со своей командой радикальный, вычеркнул бы к чертовой матери. Ихнее место на политической мусорной свалке, ихнее место. А потом, естественно, они должны сидеть в тюрьме. Это те люди, которые разрушили страну. Это из-за тех людей, мы потеряли Крым. И не надо тут обижаться, что мы его потеряли. Не смогли, пусть люди себе живут счастливо, красиво, правильно. И живут в своей новой стране. Хотя она когда-то была, эта страна, Россия, Крым, когда-то, просто один подарил и все. Надо объективно воспринимать, но не смогли удержать. В таком случае, если так дальше все будет происходить, Украина развалится сама по себе. Ее никто не удержит. И невозможно будет уже дальше говорить о федерализме. Вы понимаете, что сегодня в Украине рождаются местные казачки. Каждый сам по себе. Фактически мы наблюдаем распад самой Украины на голосованиях этих местных. Все. Мы еще не знаем, что будет в канун голосования. Вы посмотрите, что они будут творить. Это самые грязные выборы, которые я видел. Я такой черноты, такого беспредела, который в Херсоне с этими выборами. И вот с такой шизофренией не видел еще нигде. Спасибо вам большое за ваше мнение. Мы должны следовать регламенту. Хорошего вам дня желаю. Спасибо, что подключились к нам. Мы выразили свой список зрения. Для киноприятного достаточного 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 доста